У большинства заболевших коронавирусом, а их на сегодняшний день 34 человека, болезнь протекает в легкой форме, отметил глава Минздрава. Тем не менее, один пациент все еще в тяжелом состоянии, у пяти состояния средней тяжести. Взрослых лечат пятый гурмальниц, детей в одиннадцатой. Дмитрий Попов также пояснил, что медработники, которые оказывают помощь инфицированным, получат дополнительные выплаты. На эти цели в регион уже пришли федеральные деньги – 91 миллион рублей. По поводу дополнительных выплат медицинским работникам, которые фиксируются от 25 тысяч рублей до 80 тысяч рублей. Мы знаем, что уже 101 медицинский работник задействован был в оказании медицинской помощи. Такие расчеты выполнены, и средства будут доведены до медицинских организаций, которые выплатят эти стимулирующие выплаты непосредственно медицинским работникам. Многие пользователи соцсетей уверены, что они уже переболели коронавирусом. Специалисты Роспотребнадзора в ходе пресс-конференции развенчали эту теорию. Проводилась идеологическая расшифровка случаев небольничных вниманий. И то, что получали те результаты, которые подтверждали, свидетельствовало о том, что циркулировали абсолютно другие вирусы. Это были и вирусы гриппа, это были и мекоплазмы, и пневмококи. На пресс-конференции обсудили серьезное сокращение плановых осмотров. Так, в соцсетях многие жалуются, что им отказывают медицинской помощи в поликлиниках. Дмитрий Попов пояснил, что профилактические приемы – это скопление людей, а значит большой риск распространения инфекции. Тем более уже есть заболевшие среди сотрудников частных клиник и тех, кто их посещал. Некоторую информацию расширили в части возможности проведения отдельных осмотров медицинских по допуску на работу декретированного контингента тех лиц, которые в повседневной такой работе должны выдавать допуски на работы текущие, ну, например, профессиональным водителям. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что теперь жители региона смогут платно узнать свой ковид-статус. Разрешение на проведение анализов получили четыре медучреждения края. Это ГЛОТЭ, ДНК, Диагностика, Здоровье и Хелми. Одна из клиник готова начать свою работу уже со следующего понедельника. Валентина Аскерова, день с толком, из дома.